О готовности к посевной кампании говорили на заседании областного Акимата. Весенние полевые работы должны начать в срок. Площадь зерновых культур расположится на 3 миллионов гектар. Какие поручения дал глава региона руководителям районов, узнаете из нашего сюжета. Готовность Североказахстанской области к весенним полевым работам обсудили на заседании Акимата. В этом вопросе большое значение имеют благоприятные погодные условия, а еще запас влаги в почве. В Североказахстанской области, согласно расчетным данным, на период начала весенних полевых работ в основном будут преобладать оптимально удовлетворительные запасы продуктивной влаги в районах Махжана-Жумабаева, Тимиряйском, Жамбылском, Есильском, Казалжарском, Акаинском. Оптимальные условия в районах Габита-Мусрепова, Шалахына, Аиртаусском районах. Удовлетворительные условия в Таиншинском, Уалихановском, Мамлюцком. И неудовлетворительные условия увлажнения ожидаются в Ахжарском районе. В области в этом году зерновые культуры расположатся на площади свыше 3 миллионов гектаров. Подмаз лично отведут 751 тысячу гектаров. Для кормовых культур выделят 379 тысяч гектаров. Площадь гречихи и картофель увеличат для обеспечения продовольственной безопасности. Планы до районов доведены, но есть риски их неисполнения. Так, по снижению площадей гречихи к плану наблюдается в районах Есильский, Кызылжарский, Мамлюцкий, Габита-Мусрепова, Таиншинском, Тимирязевском, Уалихановском и Шалахына. По мастичной культуре районы Кызылжарский, Мамлюцкий и Габита-Мусрепова. По картофелю в организованных хозяйствах в районах Аиртауский, Есильский, Жамбылский, Мамлюцкий, Габита-Мусрепова, Тимирязевский, Уалихановский и Шалахына. По словам Мейрама Мендебаева, в Жамбылском и Акжарском районах не спешат заключать договоры с поставщиками для приобретения минеральных удобрений. Их должны внести в почву в количестве 256,6 тысяч тонн. Но мы согласовали все эти цифры со всеми районами. После этого согласовали с Министерством сельскохозяйства и, конечно, соответственно, с учетом диверсификации структуры послевных площадей на каждый гектар были определены финансовые средства. От той диверсификации, которая сегодня есть, складывается общий вал, отсюда складываются национальные проекты именно по продуктам питания, по запасам питания. Есть поручение главы государства по увеличению 6% роста экономики. Министерство сельскохозяйства с учетом всех областей его и спрогнозировало, в том числе по высокомаржинальным культурам. То есть, что я хочу сказать, 1,2 триллиона валовая продукция должна составить по северо-казахстанской области. Проблем не вижу. Структура определенная. Единственное, надо довести до сведения хозяйства и с ними отработать. Намеченный план на эту посевную кампанию необходимо исполнить, отметил ГАУЕС Нурмухамбетов. В весенних полевых работах этого года задействуют почти 13 тысяч тракторов различных модификаций, 14 тысяч зерновых сейлок, полторы тысячи современных посевных комплексов. Продолжение следует...